Уминэкону на кукурани. Эпизод номер 79 для ютуба. Всех приветствую. Мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плачут чайки. Что ж, от верхнего, ну как верхнего, немножко не верхний, но на лоутире частичный. Но не важно, все в том, что возвращаемся совсем к обычным персонажам. Катер причалил в гавани и года, как можно было видеть, помогал с разгрузкой. Затем катер высадил всех пассажиров и начал отдаляться от острова. Остов принялся поглощать родственников, как звучит интересно. Кузины и кузен, которых я так давно не видела. А, понятно, от чего лица, окей. И которых я так любила, пронеслись по пляжу. Интересно, ну, в принципе, кузины... Короче, кроме батлера, по идее, она на всех могла видеть не так давно. Нет? Привет, меня, Ахина. Прошли по лесной тропинке, ведущей к поместью, и исчезли. И, конечно, среди них можно было увидеть братика. Мария Онэччан. Ну да, она старше, логично. Почему здесь, естественно, Онэччан написано, но братик по-русски? Почему здесь не Онэччан? Странно перевели. Когда она была сестренка, Мария, которую я любила, начала носиться и братик погнался за ней. Или Мария Онэччан, которую я любила, начала носиться и Онэччан погнался за ней. А, окей, ему нравится. Обидно. Их поглотил лес. За ними точно так же исчезли мама и папа. Остальные родственники исчезли. Исчезли, оставив меня позади. Исчезли. Восемьдесят шестой год. А, будущее. Академия Святой Людмилы. Академия Святой Людмилы. ГОГАМИ ЗАЦАЛЛЕ СВЕТАЯ школьная форма смесь у нее такой а и здесь вообще не атаке я понял этот в принципе не существует здесь так довольно таки обрезано лол ее сразу сюда запихали интересно да здесь иерархия типа теперь появилась типа она помогла беатричи берн консель помогла энше поговорят что это академия где было а ну типа снова говорят они галки генео это типа очень такое высокопарная слова высокопар то есть реально обычно их используют как стандартная когда хотят показать какую-то для благородных девиц школу там пансионы в этом все духе но неважно сколько пройдет лет от этого стиля приветствия все ночью все равно чувствуешь себя неловко хоть я и ответила на приветствие поддавив чувство неловкости одноклассница сказавши это безучастность посмотрела на меня подобранные мне слова и манеры в которой они были сказаны вполне сочетались от школы для богатеньких девочек но истинное их значение содержало в себе те невинность и жестокость что присущи детям их возраста по-видимому они нашли смешным то что я ошиблась посчитав будто приветствие обращено ко мне нет быть может как раз напротив наверное правильно будет сказать что они просто не знали как им следует поступить после приветствия столь замкнутого ребенка вроде меня нет судя по взглядам моих одноклассниц оглядывающих через плечо и перешептывающихся между собой складывалось впечатление что некоторые из них считали будто освежающая атмосфера утра пошла коту под хвост я была мрачной потому что меня не любили поэтому стараясь не мешать наслаждающимся этим освежающим утром я сутулилась и вошла в класс почти так же как если бы я шла между рядами в золоте кинотеатра когда фильм уже идет да это кринж я нахожусь в представляющей общежитии академии святой лиц блин какое название ну и название соответственно но мы его видели конечно же но все же это не школа куда каждый может попасть всего лишь сдав вступительный тест это закрытая школа для богатых девочек известная только ограниченной группе знаменитостей из разных областей людей высшего сословия страстно желающих чтобы их дочерей растили как святых это возможно была идеальная школа защищавшая их дочерей от примесей простого и простолюдинского мира и в то же время она наверняка также была удобным местом где знать могла изолировать дочерей которых не хотела представлять широкой публике помимо академии ограниченной от грязи простого и простолюдинского мира она также обладала отличным потенциалом школы тюрьмы что же касается меня то я принадлежал к числу последних являлась узницей академии святой лицеи вынуждены вести тоскливую жизнь разумеется таких учениц как я было немного и вы не смогли бы отличить нас с первого взгляда однако даже если кто-то из этих девочек не распространялся об этом их выдавал их вид потому что они все время ходили с опущенными головами и с таким выражением вид словно весь мир покинул их невесело и в каждом классе была одна или две таких девочки и даже если они не говорили об этом их можно было отличить поэтому даже несмотря на то что я не признала что принадлежу к одной из таких по прошествию какого-то времени все в классе узнали об этом также как и серьезные травмы становятся показателем статуса в больничной палате так благородное рождение является показателем статуса здесь что серьезно у серьезно травмированных есть какой-то статус в больничной палате серьезно те кому не разрешено выходить в общественные места вероятно являются для них не более чем грязью они должны быть думают что это связ что связываться с такими ученицами означает замарать себя когда распространяются слуха подобной специфичной ученицы эти брезгливые девочки начинают держаться холодно и отдаленно изгоняет такую ученицу из всех социальных групп но классика урегаюру блин благодаря этому я вела тихую школьную жизнь сама по себе в полном одиночестве но если только слушать перешептывание за своей спиной обнаружила факт что твои вещи так черт если только слушать пришел к нему обнаруживать что твои вещи пропали или сломаны видеть как все притворяются будто ничего не знают можно назвать тихой школьной жизнью должно быть даже с утра у меня усталое выражение лица я даже почти могу понять своих одноклассниц наслаждавшихся этим утром но взглянувших на мое лицо и ощутивших желание прищелкнуть языком сознательно пытаясь сделать все что в моих силах и не испортить им утро я тихо сел на свое место затем что необычно кто-то заговорил со мной это была староста класса я уверен что слышал нечто подобное на прошлой неделе но полагала что анкету еще не раздали подробностям полагал осталось быть записанным в ней так что запоминать их после раздачи анкеты не представляла собой проблему анкету юси мурат и на диск сон на азарима сэнё йо чокара тэйин не чан то хайк сарит иль хады десу на пусть и смартана на сорт с ума университет конечно и массы как и москва юси ой татаре нас опять либо кто-то потерял мою бумагу либо они специально мне об этом не сказали но мне не узнать кто за этим стоял в итоге обыграть все так будто виной оказалась моя невнимательность было скорейшим способом разобраться с этим ну да не стоит здесь гордость если не хочешь вообще связываться с этим в дальнейшем просто забей когда я опустила голову под упреками старосты я услышала хихиканье и перешептывание наблюдавших людей доносящиеся отовсюду у Широми Асан опять облажалась это потому что она чересчур нерадива она не подходит для этой школы у нее нет достоинства и манер ни достоинства простите девочки но я имела дело с гораздо худшими вещами чем просто несправедливые личные нападки это точно заморозив свое сердце и дав стрелом на смешек пролететь мимо я быстро заполнил анкету известие о том что папа мама и братик и остальные члены моей семьи умерли я получила в доме моего дедушки по маминой линии единственное выживший в инциденте оказалось у Широми и Ева только тетя Ева даже в то время она мне не особо нравилась на первый взгляд она была добра но даже несмотря на мое малолетство я замечал что она смеется над папой и остальными и мне это не нравилось конечно же было решено что тетя Ева станет заботиться обо мне я ощутила себя несчастной когда же было решено может быть это не имело бы значения если бы добрый дядя Хидрёш и Джордж Онищан были со мной почему бы только батлера выделили но мне была противна даже мысль о проживании вместе с одной дедушкой я откровенно сказал этой дедушке в надежде жить вместе в его доме тем не менее тетя Ева продолжала настаивать что она единственная кто должна присматривать за мной у тети Евы не было никакого желания выходить замуж поэтому я была необходима в качестве наследницы семьи Уширомия у тети Евы было очень высокое мнение о семье Уширомия она горячо заявила что хочет забрать меня сразу же чтобы дать мне образование и стиль жизни присущий преемнику судя по всему именно место и запутанные разговоры с юристами имели место и запутанные разговоры с юристами но в конце концов я была вынуждена жить с тетей Евы после этого тетя Ева сказала мне кое-что ты должна нести всю славу и историю семью Уширомия и для того чтобы сделать себя наследницей остаток твоей жизни будет посвящен отчаянному обучению пожертвуй оставшейся жизнью ради семьи Уширомия вот что она сказала сначала я подумал что она имела это в лету буквально в смысле Привет Солитер Ха-ха-ха я Индексарк добро пожаловать в клуб но потом быстро осознала что ошиблась потому что даже сейчас в глазах тети Евы лишь один человек больше всего подходил на роль преемника ее покойный сын Джош Онича во время своей первой трапезы я получила строгие инструкции подверглась допросу о том как вести себя за столом и была вынуждена выслушивать как она оскорбляет маму и папу дескать они небрежно относились к моей дисциплине я также получила такие же строжайшие указания относительно своего своих поведений и манер на моем первом вечере и моя неуклюжесть была выставлена ею на показ перед всеми о чем мне пришлось снова терпеть оскорбление в адрес мамы и папы но предыстория или будущее Энджи как хочешь считай после того как это стало повторяться из раза в раз я наконец начала понимать в действительности тетя Ева не хотела делать меня следующей главой она думала что тем что действительно кто действительно был достоин стать следующей главой является Джордж Оничан и она не могла простить того факта что следующей главой стану я так что со мной обошлись пренебрежительно перед множеством людей меня унизили и она постаралась сделать известным насколько я уступаю Джордж Оничану проведя поминальную службу по своему сыну нет должно быть она все еще скорбела ее в смерти ну да конечно тем не менее это не было тем что я могла вынести я просто не могла жить с тетей Евой так как всю мою жизнь после постоянного сравнения с ее умершим сыном меня держали как домашнее животное я поняла это еще когда училась в начальной школе я пыталась бежать из дома у Широми и перебраться в дом к моему дедушке по материнской линии однако тетя Ева предвидела это нет если вдумчиво оглянуться на прошлое она могла подбить меня на побег я оказалась пойманной охраной приведена обратно а затем за то что я трусливо запятнала грязью герб семьи у Широми и попыталась выбросить его способом при воспоминании которым все мое тело начинает бить дрожь меня наказали как какими словами мне описать тетя Ева когда она наказывала меня обезумевшая радостная гнев и печаль от потери любимого сына а также ненависть и более того что я украла наследство у ее сына который должен был его получить и темное удовольствие от того что возникла возможность отыграться на мне а вот меня души огрели клубком смотаном из этих горьких чувств а потом у меня украли все мое свободное время и свободу я оказалась под круглосуточным наблюдением я может и жила в великолепном особняке одевалась в дорогую одежду но мое сердце мое достоинство были попраны я являлась рабыни семьи уши роми ее крупным рогатым скотом 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 по сравнению с тем отрезком моей жизни на смешке моих одноклассниц здесь были тихими и приятными ну конечно им было не под силу задеть мое сердце это конечно все мелочи заполнив все поле анкеты словосочетаниями ничего особенного ничем особенным и никуда в обязанности я свернула ее и положила в карман вот сколько оставить я ее в пар ее в парте она вполне могла снова исчезнуть во время обеденного перерыва положив ее в почтовый ящик в комнате студсовета я как обычно закончила обедать в одиночестве направилась за школу где обычно не наблюдалось других людей лишь мое личное время проводимое мной в одиночестве могло защитить меня от насмешек и слухов поскольку меня ненавидели и у меня не было ни единого друга время одиночества было самым добрым ко мне после проверки близлежащих кустов с целью выяснить не прячется ли там любивший повеселиться за чужой счет одноклассницы желающий помешать моему тихому времяпрепровождению я наконец расслабилась всем телом осознав что обрела несколько мгновений спокойствия а затем я вздохнула выдох получился сбивчивым и тяжелым словно сегодня я выдохнула в первый раз мое старое любимое место за складом в овощном саду нашли мои одноклассницы после чего я подверглась насмешкам потому что это место и стало моим новым укрытием во время обеда на время за зданием школы было негде сесть поэтому присев у стены в тени кустов я открыла сумку и достала оттуда книгу в искусность спасибо спасибо я только что хотел сказать а есть же есть чем заняться хорошо в искусность дел на амстромодной обложке просто взглянув на нее вы наверное подумали что бы что это религиозная книга или что-то написанное средневековье но это была не книга а дневник даже так ну ладно а не мой в моей повседневной жизни не приключалось ничего что было бы достойное описание каждый день просто сер холоден и скучен эти совершенно не меняющиеся дни не отмечаются никакими переменами которые можно было бы изложить на бумаге это дневник когда-то принадлежавший марию нейчанс которая была очень дружна у них три года разница да ей было 9 а ей 6 то есть условно если ей было там 3-4 да ей было 6-7 в принципе нормально она была немного странной на три года старше меня и в то же время очень дружелюбной прекрасной кузиной она всегда хватала меня за руку и позволяла присоединиться к разным забавным играм я помню когда собиралась семья наши с ней встречи были невероятно веселыми когда я открыла дневник иероглифы выведены довольно искусно учитывая что их написала школьница начальных классов располагались близко друг к другу хоть были написаны на каждой строке были ла ли она всего лишь безнадежно одержимая желанием записать все в своем дневнике наверное нет для нее описание своей повседневной жизни в дневнике должно быть являлось как бы разговором с другой частью себя таким что дневник марио нечан являлся не столько записной книжкой с описанием случившихся за день событий сколько письмом адресованном другой части себя и повествующим о событиях того дня я нашла этот дневник после ее смерти среди ее вещей и тайно забрала его домой сначала почувствовал что считать чужой дневник хамство и удовлетворила с тем что держал его рядом с собой но в конце концов я не могла устоять перед желанием пролистать страницы немножко прочитать его а теперь она стала моим единственным другом не весело я осторожно открыл страницу с закладкой крыла и тут крайне нежный ветерок проще пощекотал бумагу я почудилась будто открытый дневник слабо засиял сегодня хорошая погода марио нэйчан любит прекрасные лучи солнца поэтому я уверен что она в хорошем настроении из открытого дневника нет из мира дневника появилась марио нэйчан ой несомненно не было 9 когда она умерла поэтому ее образ был уже младше меня но я называл ее нэйчан она в ответ ласково называла у меня м.ж что об этом думают всякие поехавшие люди это я иду я помню я думаю это как я это я это я это 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 Неблохая логика. Привет, Гуревк. Возможно, она заметила, что я обижена тем, что это дежурство поверил на меня и урезав мне тем самым обеденный перерыв. Марио Нечен беспечно сменила тему. Благодаря ей за понимание, я ответила, что медленно ела. Мария сказала, что что-то о том, что научит меня есть быстрее и успокоила меня. Я прочитала это в дневнике. Нет, я услышала это от Марио Нечен. Кажется, согласно газете ее класса, она занимала первое место среди девочек в рейтинге по скоростному поеданию еды. Неплохой навык. Она, судя по всему, очень гордилась этим, но была немного разочарована, что ее мать, тетя Роза, не слишком хвалила ее за это. И так далее. И так далее. Ну видимо это что-то обычное, что-то местное. Когда я смотрел на Марио Нечен, вечно пребывающего в хорошем настроении, у меня на сердце становилось немного теплее. Слушая её рассказ, я начала окунаться в её мир. Пампкин. О, новый костюмчик опять. С днём рождением. А, вол, сейчас мечтаю. Возьмёшься. А вот здесь меньше, да? Хотя, может быть, просто из-за одежды и отсутствия короны. Просто такой ещё, что она здесь меньше, реально. Наверное, нет, просто ощущение одежды сменилось. Мама, ма, ты так работаешь. Марио, я знаю, что мама, я знаю. Поэтому я не знаю, что она не спит, пока я не спит. Я смотрела на телевизор. Я смотрела на телевизор. Продолжение следует... Я не могу, но я не могу, чтобы я не могу, чтобы я не могу. Да, хорошо. Я не могу, чтобы я не могу. Но... Поехали. Это день, да? Я не могу, чтобы я не хочу, чтобы я не хочу. Ну, а так, давай, поставь на десерт в енчеларда чизу кейки. Смотрите продолжение в следующей серии. Когда Роза мягко предостерегла ее, Мария показала язык и немного расслабилась. Но, казалось, она с трудом подавляет волнение в связи с возможностью поесть матерью вне дома по прошествию столь долгого времени. Сегодня был день рождения Марии. Роза хотела, чтобы Мария провела свой день рождения в замечательном ресторане, несмотря ни на что. Когда Мария была в детском саду, они иногда приглашали к себе соседских детей и устраивали вечеринку. Роза пекла прекрасный торт и готовила закуски и сама украшала дом, готовясь к большому празднику. Но когда они переехали и Мария перестала дружить с детьми по соседству, Роза вместо этого стала разоряться на дорогие рестораны. Однако, сегодня они посетили обычный семейный ресторан. Кроме того, для ребенка вроде Марии, пусть и в компании родителя, трапеза здесь была несколько поздней по времени. На самом деле, Роза позаботилась получить броню в замечательное место, которое наверняка порадовало бы Марию. И, разумеется, она также испекла торт с именем Мария, написанным на нем. Но, к сожалению, Роза не получилась закончить свои дела вовремя и все пришлось отменить. И поскольку все свелось к местному семейному ресторану, Роза чувствовала себя в долгу перед Марией. Так что она была готова побаловать Марию и дать ей все, что она сегодня захочет. Марию и дать ей все, что она не хочет. Марию и дать ей все, что она не хочет. Стоит ли она, который не хочет? Да, я не могу. Она не хочет, но она любит много. Она любит много. У нас есть логика. Светлана, золотой, золотой, золотой и золотой. Она может быть очень счастливым. комбинацию выстраивала неожиданно наша с улыбается отучила нормально не видели Энджи с ностальгии вспомнила свой день рождения Хоть папа и был занят, он иногда приходил, чтобы показаться на моем дне рождения, а затем снова возвращался в свою компанию Привет, Хоэн Кёме В то время мне было грустно, но сейчас я понимаю, насколько важна была для папы И разумеется, мама тоже очень хорошо заботилась обо мне Ее подарки, в частности, всегда отличались хорошим вкусом И она иногда организовывала их заранее за несколько месяцев, ни хера себе И хоть мы всегда посылали приглашение батлеру Нича, но он не ладил с отцом или что-то там еще Поэтому он никогда не приходил Блин, это грустно Да-да, я тоже с этого получил определенные... когда она появилась Так что, когда он пришел, я был по-настоящему счастлива А-а-а, то есть он вернулся в семью, провел день рождения и только потом отправился на остров Все, окей, понял Вечеринка в честь дня рождения, когда собрались все четверо членов семьи Соткалась светлая воспоминания, которая я никогда не забуду Марио Нича заглянула в мои счастливые воспоминания Сидя тихо в одетой бумажной шапке, которую ради потехи сложил папа, я немного смущалась В моей руке бумажный пистолет, который батлер Нича сложил для меня А мама собиралась сделать памятную фотографию Это был самый счастливый момент в моей жизни Блин, реально, мы не видели ее такой Сакутара Сакутара это имя для мягкой игрушки, которую Мария должна сегодня получить Тетя Роза уже давно начала шить мягкую игрушку в подарок на сегодняшний день рождения Услышав, что мягкая игрушка это милый лев, Мария Нича уже дала ему имя Сакутара, хотя еще не получила его Сегодня она с нетерпением ждала встречи с Сакутара даже больше, чем с собственного дня рождения Тетя Роза управляла дизайнерской компанией По-моему, был какой-то бренд Как там его? Анти-Роза? Кажется, их слоган гласил Я не могу себе простить, как я могла вот так вот шить К сожалению, я никогда не встречал кого-нибудь, кто знал об этом бренде Наверное, он был не таким уж известным В общем, у тети были очень умелые руки Я слышал, что некоторая одежда, которую она носила, была сшита ею собственноручно Поэтому сшить мягкую игрушку было вполне в пределах ее возможностей Да, мне нужно интересно Привет, Марта Прайд Это было имя главной героини аниме-сериала Популярного в то время Сакура собирательница карт? Ну, по-моему, она тогда еще... Это же 80... Ааааааа! Да, это 80 какой-то год Пятый, четвертый И не знаю, какой день рождения здесь Даже может быть шестой По-моему, Сакуры не было тогда еще Но мы уже встречали, да, в фигуражах некое несоответствие Можно забить на это Тот факт, что она позаимствовала имя понравившегося ей персонажа, показывает, как бы мне выразить то, какой невинной и милой она была, что, впрочем, можно ожидать от детей ее возраста. Как только она это объявила, то сразу же принялась уписывать все подряд, словно голодный зверек. Тетя Розера селдилась на нее, говоря, что вести себя так неприлично. Видимо, она ждала, что это произойдет сразу же. Я тоже подумал, что если бы я была столь же наимна, как и Марио Нечен, то я, наверное, сделала бы то же самое. Так что мне было отчасти приятно, когда мои ожидания не оказались преданы. Давай, пока. В конце концов, Роза подалась искрящимся нетерпением глазам дочери. Убралась на столе и достала долгожданный обернутый подарок. Хэппи-бэрсдэй, Мария? Хе-хе. Наканако時間が取れなくて... Амари юзи не作лиなかったんだけど... Тетя Роза говорила слегка застенчиво, но Мария у Нечен уже была на седьмом небе от счастья, даже еще до открытия подарка. Какие что-то у них сложные отношения у Розы с Марией. Иногда прям супер, все хорошо, мило и доброе, иногда такой пиздец, извините. Я действительно могу понять то чувство. Качество тут никакой роли и не играет. В самого сознания факт, что все тебе дарят сделан несобственноручный подарок, было приятнее всего на свете. Амари юзи. Амари юзи. Слезочка. Еще до того, как тетя Роза закончила говорить, Мария начала распаковывать его. Ха. Забавно. Лол, и даже музыка есть своя. Че индексарк? Че тебе не нравится? Ты вообще с чем? Ой, я не прочитал. Как только она это сделала, выглянуло что-то желтое и оранжевое. Этим чем-то была мягкая лев-игрушка. С милыми, круглыми и слегка невыразительными глазами и белой грудью. По размерам он походил на маленькую подушку. Он выглядел довольно-таки большим по сравнению с Марио Нейчин, которая стояла рядом, но, вероятно, не была таким уж огромным. С точки зрения осведомленного человека, эта мягкая игрушка могла сойти за дешевку, приобретенную в универмагии или в чем-то подобном. Но для Марио Нейчин это была игрушка, сделанная ее матерью собственноручно, бесценная и единственная в своем роде. Да, поздравляю Марио. Согласен. Ооо. Я вообще-то типа на чайки реагирую. Я думал, у тебя какие-то претензии по поводу моей реакции на чайки. Я ее чисто испугался. Ну, не то, что испугался, но, типа, что не так-то? Блин, это мило и красиво. Что-то немножко на кону я вспомнил. Чуть-чуть совсем. Могла ли быть эта отсылка? Вряд ли. Хотя, может быть, и была небольшая отсылка. Почему нет? При этом, Кубос. Давно тебя не было, вроде бы. Да, в кафе. Новые звуки от Марии. Приветствуйте. Марио. 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 Евгений. Вulously, прекрасно. Какой-то. Марио. Марио. В школе сестренка Мария жила в той же атмосфере, что и я. По сравнению с другими детьми в ее классе, темп жизни сестренки Марии всегда был немного заторможен. Ее стиль мышления и мироощущения были особенными, даже слишком особенными, чтобы позволять ей сливаться с толпой. Вдобавок, у нее были низкие оценки с тех пор, как она стала разговорчивой на тему всего связанного с оккультизмом, что являлась ее специальностью, ее начали считать чудачкой всего в классе. Ну блин, ну, 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 дети не все одинаковы, блин, она на иврите шпарит, она считать умеет в голове, она много чего запоминает. Отвратительно, просто это проблема школы, а не проблема ребенка. Если правильное развитие и так далее, чуть ли не гением им можно ее считать. Если до тебя дотронется Мария, то ты будешь проклят, что-то вроде этого. Да, я понимаю, индексар. Я поэтому предъявляю претензии к школе и учителям, а не к действиям у нас же название вылетело из головы. Ну, я думаю, вы поняли, у которого девятка стоит на шике. Да, форма голоса, конечно. Привет, Дио, Макс. Так вот, там тоже претензия была в первую очередь к этому придурку-учителю, а не к детям. Все в классе вели себя так, будто она была отвратительной, смеялись над ней и, по-видимому, избегали ее. Кстати, такая же примерно проблема была и у Шинон в САО, тоже учителям Райзе в первую очередь. Если какой-нибудь мальчик врезался в сестренку Марию, то начинал вытирать ту часть, которой столкнулся об других мальчиках, словно о нем было нечто отвратительное. Они могли взять ее вещи, воображая, будто это что-то грязное и с ними гоняются за другими мальчиками. И девочки тоже вели себя так, словно даже разговор с ней был неприятен. Так что они избегали ее, хихикали за ее спиной и смеялись над ней всякий раз, как она делала хоть малейшую ошибку. В некоторых областях, но... всё, в некоторых областях. Ряд на тема том, что лучше все объединяться против общего врага, это вот оттуда истекает. Немножко в более простой форме, но... Поэтому даже если ты не хочешь с никем общаться, просто надо дать понять, что тебя лучше не трогать. И тогда, возможно, тебя будут обходить стороной, но никогда не посмеют что-то над тобой посмеяться и так далее. Вот у меня было такое, типа, никто не смел мне что-то делать. Мы просто понимали, что не стоит связываться. Притом, лучше это делать в двух плоскостях, и кнутом, и пьеряником. То есть, ты должен показать, что в какой-то ситуации ты можешь кому-то помочь, но в то же время можешь и ответить. То есть, как бы, баланс соблюдать надо. Поэтому, мало того, что не будут трогать, так еще и уважительно будут относиться. Того ребенка? А-а-а-а! Типа, потенциально. Если не ее, над ней будут издеваться, будут над другим издеваться. Эх, хорошая, хорошая, конечно, она. Она легонько улыбнулась, когда сказала это. Стиль мышления Марио Нечен действительно необычен. Привет, Юзлесс. Согласно ей, с самого начала, в том месте, называемом Школой, жила ведьма. Нет, по ее словам, в любом месте, где собирается много человек, определенно поселится ведьма. Ведьма пытается украсть души учеников, убивая их болезнями и подстраивая несчастные случаи. Это уже ведьма из Мадокки. Разумеется, она иногда развращает эти души, ведя их по наклонной плоскости пути зла. Марио Нечен сказал, что пришел ангел, который не позволит этому случиться. Марио Нечен сказал, что пришел ангел, что пришел ангел в 7 или 7, но это не было решено. Марио Нечен сказал, что пришел ангел, что пришел ангел. Марио Нечен сказал, что пришел ангел. Фигаусе 40. Обычно сейчас 30 у них. По-моему, там 5 на 6 у них парты стоят. Интересно, был ли в этой сказке мотив? Если ее придумала Мария Унэччан, 9-летняя девочка, то это весьма впечатляет. Вот именно. Холли щит, блин, Мария гений. Идея сестренки Марии была слишком сострадательной. Ее и мое неудачное положение очень похожи. И в то же время, наверное, маленькое различие между нашими восприятиями окружающей нас в действительности определяет разницу между покоем в ее сердце и в моем. Гусик, как ты к ней относишься? Лол, у меня даже озвучка есть. И даже не похоже, что это озвучка от лица Майи. По-моему, другой Сэйю. Марио Унэччан обняла Сактаро, разыгрывая вымышленный разговор между обеими сторонами. Неужели реально Сэй тот же? Туда очень хорошо изменил голос. Не понимаю. Но именно поэтому я и хочу достичь уровня Марио Унэччан. Да. Таким образом, у меня был огромный интерес к ее рассказу. По идее, он же остался, так понимаю, дома. По идее, он должен... Его можно где-нибудь найти даже. Конечно, правда, уже много лет прошло. Скорее всего, игрушка была выброшена. Хотя, может, день завалялась. Умело управляя мягкой игрушкой, словно марионеткой, Марио Унэччан изменила выражение лица Сакутаро. Она управляла им, а он очаровательно помахал короткой ручкой и приподнял голову, немного наклонив ее в сторону. Из этого показалось, словно он действительно был новым другом по имени Сакутаро. Разумеется, если взлют на все это со стороны, казалось, что сестренка Марио утешала меня, пребывающей в давном настроении. Но в мягкую игрушку определенно вдохнули жизнь. Так что я приняла тот факт, что существо по имени Сакутаро действительно живет в той игрушке. Страшная и не злая. Робко, глядя на меня, Сакутаро неожиданно для себя встретился с моим взглядом и от удивления спрятался за спиной сестренки Марии. Сестренка Мария действительно хороша, когда делал доходит до игр с игрушками. Реально не понимаю, почему они иногда переводят и иногда оставляют. Ну ладно, пофиг. Добрая. Скорее, наверное. Ясаши. Ну, хотя можно и хороший кофе. Гостик, где твой ответ? Я протянул свою руку, чтобы поздоровался. Да, я знаю Мюхина. Я догадываюсь, что большинство, наверное, таких вещей переведено в изначальном варианте. Сакутаро тоже вытянул свою коротенькую ручку, едва касаясь моего указательного пальца. Но его ручонка была слишком молода для рукопожатия между человеком и игрушкой. Так что это прикосновение было нашим рукопожатием. Марио Нэши называл Сакутаро ту мягкую игрушку, которая получила на свой день рождения, а затем долго-предолгое время лелеяло и взращивало его сущность в своем сердце. Поэтому даже когда она встретила его, личность уже была представлена в его существовании. Даже уже в момент их встречи они являлись друзьями. Конечно, я не думаю, что что-нибудь могло быть столь персонифицировано и любимо, как Сакутаро. Но в глазах сестренки Мари это не являлось чем-то необычным. Она очень дрожила всеми своими вещами, обращаясь с ними как с друзьями или любимыми питомцами. Возможно, тетя Роза в определенный момент времени не разрешала ей держать домашних животных. Так что в глазах сестренки Мари они были драгоценны. Наверное, она была столь одинока, что ей пришлось найти друга поблизости. Из-за тех разных условий с ее точки зрения, подобное не являлось чем-то из ряда вон. И тем не менее Сакутаро... Нет, может быть, стоит называть его... Сакутаро... Сакутаро. Так нравится Марио Нэшен. Неоспоримый факт заключался в том, что Сакутаро являлся мягкой игрушкой. Нет, другом... Нет, другом любимым больше, чем есть что-то другое. Нет, никто другой. Уже было 9 вечера. Вопрос Розы был продиктован ее легким удивлением, ведь такое время не очень подходило до приглашения к себе в гости. А потом она вспомнила, что у Мари не было друзей, которые могли бы ее навестить. Значит, она опять играет с игрушками. Розе было приятно, что Мари и так понравился ее подарок на день рождения. Марио Нэшен. Да, Марио никогда не предъявляла претензий по этому поводу, вообще. Роза очень удивилась тому, с какой быстротой на грани безразличия Марио приняла факт, что ее мама не сможет прийти домой. Для Розы сказать Марио, что она поздно вернется домой или заночует на работе, было тяжкой ношей. Марио начинала плакать на другом конце провода, как она одинокая, и на ее успокоение приходилось затрачивать много времени сила. А, видимо, раньше было. Окей. Но подумать только, Марио приняла эту новость с приподнятым настроением. Благодаря Лето Сакфтару, Роза еще раз порадовалась, что подарила столь замечательный подарок. Из-за сказанного Марио у Розы возникла мысль, что Мария пойдет по магазинам с той игрушкой без ее ведома. На морщий флоп и с кислой милой... и с кислой мрачностью сказав Марио, что бы Таня ни в коем случае не должна этого делать, Роза повесила трубку. Лол, комната ее. Фига себе, у нее неплохо так игрушек. Ёба там пингвин. Holy shit. Пингвин выглядит топово. Стоит. Лол, комната ее. И это не так, что Марио. Почему Мама, что-то не надо с покупкой. Что-то, Мама. Почему? У... Урю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Майя подняла Сактар и приняла запихивать его в рюкзак Сначала она хотела запихнуть его головой вниз, но ведь так и задохнуться недолго Так что она вытащила его и попыталась затолкать уже вниз ногами Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok